Началась игра на Часком. Играю с американским Гроссмейстером. Принятый ферзевый гамбит у нас. И разыграю вариант с Б3. Наверное, самый надежный. Такого типа в ферзевом гамбите. Выхожу слоном на Б2. И Аш3. Тоже такой ход, который не портит картины. Дальше вопрос, как развить свои фигуры. Наиболее гармонично. Наверное, коня на С3. В первую очередь. Хуже-то быть не должно от этого. Но дальше посмотрим, куда ферзя. Может быть на Е2, на С2. Какие-то эти поля, наверное, стоит рассматривать. Пока что коня отведу на Ф3. И здесь, наверное, уже конь Д5 имеет смысл. Попробовать залезть на центральную полянку. Конь Б4 у него есть ход. Ну, тут Е4. Подкрепим пока. Заберем. У соперника преимущество двух слонов. Но я буду цепляться к пешке Е. И постараюсь побыстрее свои фигуры активизировать. Все-таки не такая уж и подвиженная здесь пешечная структура. Поэтому думаю, что два слона сильно меня тут не напрягут. Поле Д5 у меня есть, куда я могу в будущем, наверное, попробовать перевести своего коня. Ферзь Е2 пока. И забрал. Многочисленный размен намечается. Ну, если будет размен, тогда я поведу потом короля на Ф1. Пешку поставлю на Ф3. Каким-то таким образом буду разыгрывать данную позицию. Тут есть А4 ход. Можно не реагировать. Давайте, наверное, не буду сильно реагировать на это. Пойду Ф3. На слон Б5 уже конь Ц4. Ну да, должен быть равный, наверное, Эшпиль. Ничего тут у меня нет, конечно. Да и вариант, в принципе, я выбрал не самый такой амбициозный. Ну, может быть, соперник сейчас попрет, не захочет ничьи, и тогда уже появятся шансы на победу. Часто так бывает, когда, например, Грассмейстер играет против мастера Фиде. Ничьи уже не особо хочется. Поэтому, наверное, он будет лезть на победу. Моя задача будет как-то этим воспользоваться. Ну, пока что слон Ц3. Стоим, выжидаем. Вот, кстати, можно проверить, будет ли ничья после хода Б4, если он, допустим, заберет. Там же будут разнопольники. Так, по ощущениям, должна быть ничья. Вот, поэтому он и не меняется. На этом мне выгодно, потому что здесь я уже играю А3, и не буду его слона пропускать. Можно пробовать G4 еще поставить на ограничение. На это, наверное, реагировать не нужно. Лучше слон Е1, садили слон Н4. Ну, и здесь предлагаю размин. Слон Х4, там, возможно, слон Д4 какой-то ход будет. Ну, ладно, попробуем. Соперник не очень много времени, поэтому... Может быть, он не захочет идти в такие обострения. Да, вот играет G5. Так, а если забрать? Слон G8. Ничего у меня там нету. Если какой-нибудь Д5 там сыграть... Нет, видимо, не получается. Слон уходит на Д8. Тогда назад. Да, ну, эта позиция абсолютно ничейная, конечно, должна быть. Ну, да, и соперник предлагает ничью. Так, ну, теперь нету. Еще75- Burger.